Всем привет, привет, привет еще и еще раз. И сейчас буду уже говорить о темах, так или иначе, связанных с моей жизнью. И продолжу некоторым образом, что я говорила по поводу музыки во время пробежек. Сегодня я купила парочку журналов, один из них назывался «Упс». Такой молодежный журнал. Меня привлекла обложка, и на этой обложке анонсировалась статья по поводу пробежек. В принципе, я люблю рассматривать, там где-то читать, то читать, всякие журналы. Причем не обязательно умные, такие как посвященные путешествиям или серьезным жизненным аспектам. Я люблю в том числе и гламурные журналы, с модами, с рекламой. Я получаю большое удовольствие от того, что просто смотрю на картинки. Есть такое понятие «накормить глаза», и вот я кормлю свои глаза. Я регулярно покупаю эти журналы, я не жалею денег на это. Во-первых, потому что это не очень большие деньги. Журнал стоит, ну, 50 рублей, там, ну, 100 рублей. Вот, дорогой журнал какой-нибудь там, Rolling Stones или Eclectic, там, может стоить дороже, но, тем не менее, оно того стоит. Потому что это такой вот, не знаю, взгляд в мир, да, то есть вы видите то, что вы в другом случае бы не увидели. И пролистывание журнала все-таки немножко приятнее, чем что-то смотреть в интернете. Ну, другая какая-то динамика, другой драйв все-таки. Это больше способствует ассоциируется с неким отдыхом. Так что для меня, например, что-то чтение с компьютера, поиск в интернете – это поиск информации, это работа прежде всего. Вот, а тут можно на диване комплектовать журналы. Ну, вот, и там была статья по поводу пробежек. Я ее купила вообще и стала читать не сколько для информации, сколько. Ну, просто для поддержания общей такой темы, для того, чтобы даже картинки посмотреть, почему бы и нет. Вообще как-то себя взбодрить этой темой. Вот, и частично то, что я там прочитала, вот, полностью совпадает с тем, что я вам рассказывала, что я читала раньше, с тем, до чего дошла сама эмпирически, на собственном опыте. Вот, в частности, там было написано, но это уже то, что не совпадает с моими взглядами, что не надо слушать музыку во время пробежки. Не объяснялось почему. Вообще без аргументов. Вот, я с этим не согласна в большинстве случаев, потому что я уже объясняла в одном из предыдущих видео, что музыка развлекает, музыка бодрит, музыка помогает отключиться от внешних раздражителей. Вообще приятно проводить время. Кроме того, что на какие-то определенные композиции может быть положено какое-то упражнение, вы уже автоматически как бы все это увязываете, делаете, вам здорово. Вот, но все это не касается тех ситуаций, когда, допустим, вы бегаете не на стадионе, а в таких обстоятельствах, то есть в таком месте, в такое время, где вам нельзя отключаться от внешних раздражителей. Где может показаться какая-нибудь машина или собака или что-то. То есть у вас уши должны быть свободны для того, чтобы вовремя услышать сигнал о какой-то возможной приближающейся опасности. Вот. Даже та же самая собака, которая вполне может быть дружелюбной, но которую нерадивый хозяин выпускает без поводка, без наворника, даже если она просто неожиданно перед вами появится, это может вас стрессировать. Вот вы можете споткнуться, упасть, там, у вас может сердце зайти, там, еще что-нибудь. Если она просто ткнется вам в ногу сзади, без желания укусить, не просто вот вы почувствуете там, вот, неожиданно то, что, чего никак не ожидаете, это прикосновение собачьего носа. Вот, наверное, да, в этом случае стоит в качестве правила предосторожности не затыкать свои уши музыкой, к сожалению, ну вот. Если не найдете безопасного маршрута, безопасных обстоятельств там, где вам это просто не потребуется. Вот, прочитала эту статью, там, кстати, еще написано, что есть желательное время для тренировок, это с 6.30 до 7.30, потом, по-моему, с 11.00 до 12.00, и еще где-то с 6.00 до 7.00. Вот, не знаю, может быть, попробую и в это время тоже, может быть, нет. Вот, это по поводу журналов, по поводу пробежек, по поводу музыки. Да, и возвращаясь к музыкальной теме, я в последнее время бегаю с Майли Сайрус. Вот, я скачала ее песни, музыку себе в плеер, слушаю в наушниках, бегаю, и меня эта девушка невероятно подрит. Как я вообще на нее попала? Ну, понятно, у меня кроме нее есть еще, там, свои любимцы, вот, и Океан Эльзы там присутствует, и Kingdom Come, это такая, если буквально переводить, до предицарствия, что-то вот так. Вот, старая довольно англоязычная рок-группа, такой мягкий рок, такой задушевный поет, на разрыв, в общем, на разрыв какого-то такого вот щемящего чувства. У них одна композиция особенно популярна, если желаете, я вам могу оставить ссылку на эту композицию. Вот, мне, кстати, посчастливилось видеть эту группу вживую, в Москве, в одном из клубов. Вот, клево, классно. Ну, вот, то есть у меня есть уже, конечно, своя подборка, есть у меня там папки, в которых у меня просто накидана музыка, как попала, там, какая-то бодрящая, какая-то, так или иначе, ассоциирующаяся у меня с пробежками. В том числе, там есть и этот кореец, как вот это вот там делать, забыла, господи, вылетела, Gundam Style, да. Вот, и Lada Dance там, и, в общем, всякое разное. И рок-композиции, и тяжелый рок, и всякое разное. Вот, все там вперемешку, и я вот слушаю, бегаю, да. Аудиокниги тоже надо мне попадают, Nightwish там у меня. Вот, что еще так на вскидку-то вспомнить? Да, куча ERB, ERB это Epic Rap Battles of History, есть такой канал на YouTube, вот, обязательно тоже будет дана на него ссылка. Долгожители в моем плеере, то есть уже больше года у меня их от Mp3 шинные видеоролики в плеере живут. Я их слушаю, я без них не могу, вот, они все мне нравятся, не все мне нравятся, но те, которые нравятся, нравятся уж так, что я без них как-то не могу даже и выйти-то. Вот. В общем, да, как произошло мое знакомство с этой девчонкой, что я вообще по поводу нее думаю? Началось все с того, что в одном из видео Ануш, она что-то про нее упомянула, скорее в негативном ключе. Вот, я что-то заинтересовалась вообще, про кого она говорит-то, я вроде даже пера слышала про такую певицу, ничего про нее не знаю. Ну, я открыла какой-то ролик, что-то меня не заинтересовало, я не знаю, как-то я просто внимательно, может быть, посмотрела, потому что была занята своими делами. Но я же часто включаю видео и дальше отвлекаюсь там по дому, на хозяйство, на готовку, на работу, на что-то еще. Ну, в общем, что-то как-то, ну, что-то там, ну, поет-поет, что-то обычная попса, как бы, все. Какой она, собственно говоря, и является. Вот, ничего здесь, никакого откровения не будет. Вот, ну, как бы ни холодно, ни жарко, все, выключила. И вот недавно на этом канале ERB, значит, появилась рэп-битва Майли Сайрус и Жанны Дарк. И основная идея этой битвы, значит, такая святоша получает такую вот бойкую девчонку, такую ведущую себя нагло, такой наглой сексуальностью. Вот, там и красная помада, и выбеленные волосы, и короткая одежда, ну, в общем, все вот. Вот, и провоцирующие жесты, и поведение, вот все вот. И противопоставляет, и, видимо, вот самую святошную женщину, которую нашли во всей вот такой человеческой истории, Жанну Дарк. Вот, обе еще, кстати, очень красивые в этом ролике. И мне Майли Сайрус, она, собственно, понравилась вот в этой рэп-битве. То есть, понятно, что сделано все профессионально, качественно, обе молодцы, и все классно. Но, тем не менее, все равно симпатии меня как зрителя, каждый раз они на чьей-то стороне. Вот, в данном случае все мои симпатии, они были на стороне вот этой вот разбитной, наглой сексуальной Майли Сайрус. И вот в каком-то смысле это, наверное, мое альтер-эго. То есть, это вот, вот я на самом деле такая. Вот какая она там. Я именно так себя ощущаю, я именно так себя чувствую. Вот, и все, что она вот делает, она вот изображает вот в этом РБ-ролике, вот это все мне свойственно. Я прям вот как-то, и как-то еще попала в такой момент просмотра этого ролика мною, что я как раз вот в таком же вот топике хожу. Вот, ну пускай не в белом, а в красном, да, тоже в шортиках хожу. И как раз вот и прическа-то у меня короткая, да, и помада вот эта красная. И вообще тоже, когда меня начинают получать с какими-то вот такими вот цветошествующимися замашками, у меня тоже возникает вот такая вот реакция. То есть, что это такое, господи? Вот, да, поэтому у меня симпатии в этом ролике на ее стороне. Ну и вообще, она мне в принципе очень понравилась, эта девчонка. И я посмотрела еще немножко, как делали этот ролик. И там вот еще тоже отдельный момент. Актриса, которая играла в Майли Сайрус, нельзя сказать, там красиво-некрасиво, но просто обычная. Обычная, никакая вот такая вот не яркая, не эксцентричная ничего, она просто обычная девушка. Вот, и просто за счет макияжа, за счет вот такой вот одежды эпатажной, за счет этого вот образа, она превращается просто в сексуальную фурию. Ну, тоже вот немножко хозяйки на заметку о том, что может сделать в частности какая-то там красная помада, да. Вот, и мне стало в какой-то момент интересно просто посмотреть уже оригинальные клипы этой певицы. Кстати, я только недавно научилась называть ее Майли Сайрус, потому что понятно, что посозвучивать и мне хотелось сказать Сайра. То есть, я захотела посмотреть, что же за Сайра-то такая вообще. И, естественно, в Ютьюбе первым делом попала я на Wrecking Ball, вот там, где она раскачивается на этом странном шаре. Вот, потом посмотрела один за одним другие какие-то топовые ее клипы, и, знаете, я как-то захлеб, и бах-бах-бах, и мне все нравится. Вот, и я начала смотреть некоторые ее клипы один за одним, и я понимаю, что мне все нравится, причем мне нравится и в музыкальном смысле, то есть, хотя это не совсем мой стиль, но меня не раздражает. Вот, мне нравится, как она одевается. И все вот эти ее образы в тех клипах, которые я посмотрела, очень разные. Все ложатся мне на душу, и... Вот я понимаю, что это мое. Вот, что-то вот девчонка вот ведет себя так, как хотела бы или могла бы, или иногда даже веду себя я. Конечно, не без каких-то моментов, потому что ее клип очень провокативный, особенно в ее этом новом образе. Я не смотрела ничего по поводу и биографии практически, только знаю, что у нее родители тоже то ли артисты, то ли певцы, то ли что-то. Вот, я посмотрела быстренько одно ее интервью, и, кстати, мне очень понравилось, как она себя вела. И говорила она не глупо, и одета она была красиво. И вообще, я в целом считаю ее такой очень красивой женщиной. Причем она уже не девчонка, то есть у нее есть какой-то возраст. Судя по всему, она его как-то не очень скрывает. Вот, но выглядит она замечательно. И я еще раз хочу повторить, что все вот ее образы в тех клипах, которые я посмотрела, они мне очень понравились. Вот, ведет на себя, конечно, провокативно. Это сексуальность выпиющая. Вот, и все на грани. Вот, на самой, на самой грани. По крайней мере, по моему измерительному прибору, по моей шкале, доходит прямо до самого предела. Еще чуть-чуть, и это уже неприемлемо совсем вообще никак. Вот, может быть, по представлению других людей, скорее всего, это так. Она переходит все возможные границы. Вот, в моем ощущении, она доходит до них в самый притык, но еще буквально один микрометр, и она их перейдет. Она этого не делает. На мой взгляд, это мое субъективное ощущение. Вот, и все эти ее штучки такие вызывающие, там, с отрезанием пальцев, там, якобы, то есть там сразу видно, что это шутка. Но, тем не менее, жутковатое впечатление производит поначалу. Вот, мне, в принципе, как-то, ну, ничего не шокировало. Потому что, пожалуй, мне вот не понравился момент, где она курит, так вот демонстративно, вот, вызывающе, в образе находясь, вот она курит, выпускает этот дым. Это в клипе там, где нас баскетболистом, значит, снимается. Почему? Потому что все-таки это дурной пример. Вот. На меня это не воздействует, в принципе, хотя и то как-то чего-то где-то. Вот. Потому что я взрослый человек, но девчонки, которые вот находятся в возрасте в таком подражательском, которые очень падки на все на это, которые копируют поведение кумиров, ну, вот это мне кажется лишним. Хотя я понимаю эстетику этого жеста, но, тем не менее, вот из соображений того, что все-таки это могут смотреть и будут смотреть, естественно, всякие разные неокрепшие подростки, мне вот это показалось, конечно, лишним. И, пожалуй, вот единственный момент, потому что все остальное в высшей степени, на мой взгляд, совершенно забавно. И вот как она на этом шаре раскачивается, и как с этим молотком, господи, ну, что там такого, вы увидели такого очень страшного, чтобы кричать, вопить на весь мир, что-то как-то. Поначалу мне было не по себе, потому что, во-первых, как-то я не сразу уехала, что это там происходит, что это вообще за шар, потом, ага, поняла. Значит, такой шар, которым разрушают дома. Вот в мультфильме «Домоверно Кузи» вот тоже был такой шар, который разрушал этот старый домишко и весь вот этот вот старинный уклад. И вот, значит, это Майли Сарус на этом шаре въезжает в импровизированные помещения, там, значит, его разрушают до основания, потом, значит, лежит на этих руинах. Вот. И там, судя по обрывкам текста, которые я услышала и осознала, я специально, в общем, к этому не готовилась, я текст не читала полностью, но, в общем, я поняла, что она вот таким вот образом ворвалась в жизнь какого-то мужчины, вот как вот этот вот шар, крушая все стены на своём пути. Вроде как другого выхода там не было, кроме вот так поступить. И я вот когда услышала эти обрывки фраз, вот, в общем, дошёл до меня вот этот смысл, я поняла, о, моя девочка. Как вот говорят на американский манер, тоже в всяких этих англоязычных фильмах, it's my girl, вот, ну, так обычно говорит мама про свою дочку, да, видит у неё какие-то проявления положительные или отрицательные, но которые напоминают ей её саму, её черты характера. Вот тоже это мне понравилось. Хорошо ли это, плохо ли, это всё очень сильно зависит от контекста, от конкретной ситуации, от того, какое поведение будет дальше. Ну, да, в общем, это мой стиль. Вот так вот ворваться на шаре, это да, это мне понятно. Соответствует моему внутреннему мироощущению и отчасти моему поведению. Вот я не могла вот какое-то время отделываться от мысли, что этот вот шар на котором сидит, он же вообще там железный, холодный, а она там голая, и вот этот молоток, который она прикасается к которому языком, он же грязный, там же, ну, это строительная такая обстановка, антураж. Я знаю, что такое вот это вот, и пыль, и всё, и когда стены разрушают, что происходит. И вот там что-то облизывать, это вообще, ну, и потом уже я от этого отключилась на втором просмотре где-то, потому что я так поняла, что это всё реквизит на самом деле. Вот что сидит она на каком-то там резиновом шаре, и молоток у неё там дезинфицированный в высшей степени, и всё в этом плане нормально. Вот так же я после этого прошла по ссылкам, посмотрела пародии. Видимо, вот этот вот клип с шаром, он самый известный. Вот, и посмотрела пару пародий, ухотам, если писалось, то что невозможно. Вот, не дай бог, правда, там залезть в комментарии, потому что в комментариях столько... Чё там, чё там только не пишут, какие ужасы, я думаю, то ли я ненормальная, то ли что-то, но, может быть, у людей настолько разный взгляд. То есть я смотрю, мне смешно, мне кажется классно, и у меня поднимается настроение, жизненный тонус, мне как бы клёво, получаю удовольствие, не вижу ничего дурного. Вот другие люди почему-то верят, что это ужасно пошло, кошмарно, вообще там расстрелять через повешение. Вот, я не понимаю. У меня есть такое ощущение, что есть определённый такой тормоз, я не хочу сказать, что он плохой. Он во многих случаях нам мешает скатываться в животное какое-то состояние, потому что, как я говорю, грань очень тонка. И чтобы не перейти эту грань, ну, надо быть взрослым, ответственным, самостоятельным, в чём-то умным человеком, чтобы понимать, где шутка, где не шутка уже, что можно, что нельзя, в каких обстоятельствах и так далее, к чему, что может привести. Вот поэтому очень часто всё берётся с запасом. И у меня просто есть такое ощущение, что люди часто, и в этой ситуации, и в многих других, вот они придерживаются того, что насаждено условными такими вот святошами, и это им мешает наслаждаться жизнью во многих моментах. Потому что тут у них есть в голове то, что можно и что нельзя, и это настолько противоречит каким-то естественным проявлениям, потребностям человека в той же самой интимной жизни, в одежде, в поведении, в чём-то там ещё, причём, что касается вполне себе невинных вещей. То есть, ну, можно же носить цветные шнурки, ну, правда, я в Москве была, там что только не носят уже. Вот, могут быть ногти разного цвета. Конечно, откройте журнал, посмотрите, там, модный журнал, там, это вообще тренд. То есть, я нахожусь в тренде. Ну, сейчас у меня не накрашены, буквально босые ногти. Вот так я обычно хожу, у меня в лучшем случае одна рука одного цвета, другая другого. Каждый ноготь своего цвета может быть. С чем это связано? Во-первых, потому что сейчас такое изобилие, и лаков так много, и у меня есть такие, которые, например, даже ни разу не использовала. Их всё время хочется пробовать, тестить, там, и так далее. Первая причина, что одним лаком покрасить всё скучно, один ноготь накрасил, уже устал, хочется уже другим цветом. Вот поэтому это отчасти тоже, наверное, стало модно. Потом людям хочется красок, хочется веселья, хочется радости от жизни. Ну, сколько можно уже всей этой серьёзности вообще? Вот. Причём люди тоже по-разному реагируют. То есть, кто-то говорит, ой, классно, как клёво, круто, как бы не видел, да? Вот другие нормальные, то есть, ну, привычно уже. Вот эти, вот, а чё-то у тебя ногти разного цвета, да? Вот. Говорю, а что такого-то? Ну, почему они у тебя разного? Говорю, а почему они должны быть одинаковые? Как бы нет на этот вопрос ответа. Ну, почему? Ну, тоже так принято, потому что вот он раньше так не видел, потому что вот так было. Ну, вот, маме там тоже попробую, пока жена до сих пор передёргивается. Уже, наверное, первый год меня видят с цветом лака каким-то отличающимся от розового, красного или перламутрового. Какой-то там синий, голубой, зелёный, вот всех такой. Каждый раз шокирует. Наверное, что-то неестественно. Вот. Ну, не знаю, есть очень много вещей, которые на самом деле неестественны. Естественно. Желание быть яркой, по-моему, очень даже естественно, на мой взгляд. Ну, вот, не переспоришь. Мне кажется, просто у многих людей в голове стоит этот вот барьер, который когда-то, может быть, был разумным, чем-то обусловлен, так или иначе. Но жизнь показывает, что ничего страшного не произойдёт, если будет что-то яркое в гардеробе, если допустить свою жизнь чуть-чуть побольше праздника. И поэтому я хочу своим зрителям предложить вот такой вот эксперимент, попробуйте абстрагироваться от всего, что вы, может быть, слышали или думали, что пошло, ужасно, некрасиво. Попробуйте посмотреть немножко моими глазами, моими восхищёнными глазами, вот под тем ссылком, который я вам оставлю. Попробуйте увидеть, что это красиво, что это привлекательно, что это смешно, в конце концов. Есть юморные нотки какие-то, что-то забавное. Попробуйте получить какие-то приятные эмоции. То есть не программируйте себя сразу отрицать и сразу отвергать и осуждать, что это ужасно, пошло, это всё не по-нашему, так это не надо делать. К тому же там, да, вот разные клипы я посмотрела. Вот тот, который Can Be Tamed, там вообще на образе птицы, да, или что-то вот такое, одета в таких немножко рок-мотивах. И вот эти крылья, я же видела крылья мистера Лорди вообще на концерте. Вот это тоже задело там определенные мои эстетические струны, струны эстетические моей души, моё понятие о прекрасном. Её нью-йоркский, как бы, такой прикид, когда вот эта шапочка на голове, там короткие шортики, все эти топики, вот всё, вот не знаю, мне всё нравится. Вот, всё пока что я видела, мне всё нравится. Вот, было там ещё длительное обсуждение, как вот ей хорошо в таком образе, в предыдущем, в последующем. Раньше она была такая, вроде вот, как я слышала, в таком романтическом обличье, с длинными волосами, какие-то пела песни. Ну, в общем, что такое. Кстати, конечно, тоже не все песни мне понравились. Я потом уже, которые скачала там два альбома, один мне понравился больше, другой поменьше. Ну, такая вот качественная, популярная музыка, очень подходит для прогулок, для пробежек, для физических упражнений. Самое то, что надо. Есть там медленные композиции, тоже меня вполне себе не раздражают. Есть там проходные песенки такие, ну, обычный такой музыкальный пластилин. Вот я просто вытерла и не оставила себя в плеере, оставила то, что мне нравится. Вот, я слушаю, меня бодрит, веселит вот как раз вот та самая музыка для пробежек, которые способны меня взбодрить из какого-то очень усталого или подавленного состояния. Ну, правда, вот я хожу, вот слушаю, и меня прямо вот несет вперед и на крыльях, мне классно. Так, в общем-то, напоминает немножко дискотеку в 80-х, 90-х, какими-то мотивами, наверное, поэтому мне это тоже, наверное, отчасти близко, потому что относит меня куда-то в детстве, в раннюю юность. В то же время современные обработки, аранжировки, естественно. Вот какие-то там мотивы вроде бы заставляют меня вспомнить о американских фильмах таких вот типичных, знаете, когда вот герой идет и побеждает всех. Вот, то есть сначала ему очень трудно, плохо он там тренируется, да, вот, а потом идет и в упорной схватке, встретившись с несправедливостью, всякими разными проблемами, он все-таки побеждает главного героя. И вот для прогулок, для пробежек, для физкультуры вот такой настрой, как раз прямо вот то, что надо. Вот там ты победишь, там все будет хорошо, вот. Это не в ее песнях, это просто меня ассоциативно туда относит. Ну вот, и в целом говорю, что вот ее образ, он мне, наверное, нравится, потому что он с чем-то моим совпадает, вот с тем, как себя чувствую я. Вот, и при этом, будь это ярко, будь это вызывающе, будь это как-то с чьей-то точки зрения неприлично, но, как я уже говорила в одном из своих видео про стиль, вот я считаю, что классно тогда и здорово, когда у человека его внутреннее совпадает с внешним. То есть он одевается и презентует себя так, как он себя на самом деле чувствует. При этом ни под кого не подделывается, не пытается вот себя за кого-то другого примазаться какой-то определенной субкультуре или течению, и чувствует там себя, и выглядит как корово в селе, потому что это ему не свойственно. Потому что все жесты, вся мимика, все вот выдает то, что он к этому не относится. И возникает повреждать на такого человека только некоторое чувство неловкости. Ну знаете, вот когда, допустим, взрослый человек начинает не к месту и как-то неправильно использовать молодежный жаргон. Просто не понимая смысла слов, неправильно их употребляя ни к месту, ни в неправильных словосочетаниях. Такое-то же возникает ощущение. И все очень здорово, гармонично и естественно, когда человек ведет себя, одевается, раскрашивает в соответствии с тем, что он представляет из себя на самом деле внутри. И, как мне кажется, стоит подумать о том, не слишком ли много у нас в голове этих запретов, которые отчасти устарели, отчасти мешают нам. Где-то они нужны, где-то нет. И посмотреть, может быть, на какие-то такие явления другими совершенно глазами. Ну вот, пожалуй, наверное, все, что я хотела высказать по поводу Мали Сайрус. Конечно, придет какое-то время, мне тоже поднадоедят эти композиции, потому что если каждый день их затирать до дыр, то рано или поздно это произойдет. У меня такой вот именно стиль слушать музыку, то есть одно и то же, тоже по многому-много раз. Ну и еще вот такой аспект, который я хочу вместить в это же видео и сказать быстро, пока не закончится заряд на аппарате и пока у вас не будет окончательное терпение меня слушать. И навеянно это было комментариями как раз к этим видео с Мали Сайрус, которые я вам настоятельно за это не читать, потому что иначе вы не сможете принять участие в том эксперименте, который я вас призываю принять. То есть посмотреть, попробовать незашоренными глазами на эту эстетику, которую я в этом всем увидела. Что только не пишут. И на русском языке, много и на английском, там и шлюха, и все вот эти синонимы. И как это, на мой взгляд, выглядит мелочно и некрасиво, и низко. Потому что, во-первых, не надо никогда путать экранный образ, сценический образ с реальным человеком. Вот тот же самый Ози Осборн, который в силу понятных причин уже устал отбиваться от вопросов одинаковых репортеров обо всем и так далее, он говорит, что я нормальный человек, я обычный, такой же, как и вы. Вот я дома не ем этих летучих мышей, там, голубей и так далее. Я веду себя как совершенно обыкновенный обыватель. У меня нормальная семья, дом, дети, все, в общем, как обычно. Не надо путать меня с тем, что я представляю собой на сцене и как я раскрываю в своих песнях. Потому что, иначе, это просто сумасшедший псих, там, дентальный человек, какой-то связанный с темной стороной, он во все это, что называется, не верит. То есть это все, как сказать, это все как-то такая лирика, это все шоу-бизнес. Вот, не надо переносить персонажа, который представляет собой актер, или певец, или все это, вот вместе шоумен какой-то, на него лично. Вот тот же самый Горшенев, один из лидеров группы «Король и шут» пока был жив, да, вот дала в интервью, тоже постоянно отвечал на один и тот же вопрос, говорит, я не верю, я не суеверный, я не верю в всяких кикимр, чудищ и так далее. Это все придуманный фантазийный мир, это все песни, это все приколы такие, это все сказки, это все понарошку. Не надо писать артисту Тихонову письма, как Штирлицу. Не надо полностью отождествлять образ человека, то есть образ реального человека, с тем образом, который она создает на экране или на сцене. Кстати, вот недавно тоже в одном из журналов прочитал какую-то историю, а, по-моему, да, Гузеева давала интервью, и вот она сыграла какую-то роль в фильме, вот она немалоизвестна, у нее, в принципе, только один известный фильм, это «Беспреданница», и все остальное неизвестно, она, кстати, посмотреть будет. Вот, она сыграла там роль какой-то стервы, такой неприятной женщины. Вот, и после этого подходили к ее мужу, к реальному, который у нее на самом деле в жизни, и говорили, как ты можешь жить с этой? Ну, это же нормальные взрослые люди делают, ну, в общем, это же не надо, то есть экранный образ и настоящий человек в жизни, они могут быть очень разными, по крайней мере, их нельзя ни в коем случае отождествлять. Понятно, конечно, что человек раскрывается в творчестве каким-то образом согласно тому, что у него в душе. Он выносит, гипертрофирует, преувеличивает какие-то свои собственные стороны, но, тем не менее, нельзя ставить знак равенства между этими двумя ипостасами. Это, во-первых, нелепо, просто, ну, сами себе представьте, насколько это неразумно. Вот, во-вторых, давайте вспомним песню Бориса Гребенщикова группы «Аквариум». Вот, что женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей, и во всем, что движется, видят соперниц, хотя уверяют, что видят... То есть подмечено, что на самом деле, когда женщина видит другую привлекательную женщину, яркую, красивую, сексуальную, которая вызывает на себя внимание других мужчин, может быть, почувствовать себя как-то неуютно, неловко, потому что боится проиграть в конкурентной борьбе, боится, что все внимание идет туда, она не получит, что там у нее ведут ее и так далее. Поэтому всегда очень велик соблазн наговорить про эту женщину того, чего на самом деле нет, преувеличить то, что есть, назвать ее шлюхой, желательно ведьмой вообще крайне было бы приятно себе сожгли, уничтожили физически. То же самое с мужчинами. Когда они называют какую-то женщину таким словом, очень часто ситуация в том, что да, она вызывающая сексуально, но им не светит. И при этом они не могут принести того, что а кому-то все-таки достается. И тогда такую женщину они оскорбляют всякими этими словами. Если им светит или засветило немножко, не такую девушку называют иначе. В том числе веселой, озорной, как-то там еще, по крайней мере, она не вызывает у них такой жгучей ненависти из-за недовольстворенных своих желаний и амбиций. Вот у женщин страх, конкурентные чувства. И зная это, конечно, все эти нападки, они выглядят очень непривлекательно, потому что прикрываясь какими-то словами о морали, нравственности, эстетике и так далее, просто на самом деле выплескиваются свои собственные страхи, комплексы и желание уничтожить того, в ком ты видишь опасность. Из-за его большей привлекательности, большей возможной успешности и так далее. Поливают грязью, чтобы испачкать. И особенно, конечно, это и с мужской стороны низко, и, ну, самые плохие слова тут можно сказать, не по-мужски, вот так вот отзываться и говорить. Вот женский, кстати, тоже. Насколько это некрасиво выглядит. Как-то раз прогуливалась вечером, видела такую картину, вечером на лавочке называется. Вот, тоже хотела сделать видео, назвать вот так, бабьё или вечером на лавочке. Сидит, значит, с женщинами, ну, я, кстати, немножко знаю, ну, суть не в этом, сидит с мужчиной. Я пока шла, слышала какие-то обрывки разговора, то есть, естественно, не знаю ни о чём, ни о ком, ни по поводу чего. Но вот она сидит и громко, ну, настолько, сколько я слышала, в очень раздражённом тоне, вот так вот со всякими вот этими вот ухмылками, и всё, какую-то женщину поливает грязью, плохо не отзывается и говорит, вот какая вот она. И вот, и вот, а, и, 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 вот, как Анси это слушает. И вот эта женщина в данный момент в моих глазах выглядит очень непривлекательно, потому что она марает, она валяет в грязи другую женщину. Это выдаёт её слабость. Это выдаёт то, что она так или иначе видит не какую-то соперницу в какой-то стороне жизни, по работе или в других ли сферах. Вот, но когда женщина поливает грязь в другую женщину, всячески её унижает словами, выставляет, ну, поймите, что в данном случае, если, не дай бог, вы так делаете, вы же признаётесь своей слабостью, вы выставляете себя с очень дурной, некрасивой стороны. И вы, представьте, быть женщиной, вы начинаете относиться к категории бабья, которая терпеть не могу. Вот всё вот это злостное, завистливое, злобное, как правило, неухоженное. Вот всё, что, всё вот это вот, совокупность вот этого вот этих людей, женского пула, ненавидит всё, что красивое, лёгкое, сексуальное, яркое, наглое, такое вот. Всё время вот они стараются выставить это с самой плохой стороны, желательно уничтожить. Если у вас есть какие-то хотя бы малейшие проявления вот этого вот поведения, я бы очень настоятельно советовала бы выискать и уничтожить нафиг. Вот, потому что, когда вы восхищаетесь красотой другой женщины, вы её, вы её как бы никак, да, не принижаете, не возвышаете, но вы себя при этом не унижаете. И более того, вы себя немножечко поднимаете в своих собственных глазах и в глазах вашего собеседника, потому что вы как бы не боитесь делать ей похвалу, вы не боитесь признать её красоту, тем самым подразумевается, что вы чувствуете себя как минимум ничуть не хуже. Вот в чём фокус-то, как мне представляется. Ну вот, всё, я думаю, что на этом пора заканчивать. Видео получилось довольно длинным. Длинным желаю вам быть яркими, красивыми, сексуальными. Но в конце концов, ну, моете вы посуду дома. Вот, ну, сделайте что-нибудь вот такое, как в этом клипе. Вот, не знаю, может быть, нашлисните что-нибудь там наедине, когда вы находитесь, нет никого посторонних. Вы знаете, результат может превзойти все ваши ожидания. Но не бойтесь этого всего, не бойтесь приносить это в свою жизнь. По крайней мере, там, где это вполне можно и нужно, то есть с закрытыми дверями в узком своём самом-самом-самом узком кругу, там, где, ну, хотя бы там, хотя бы там не надо себя зажимать и стесняться. И вы знаете, может быть, может быть, если вот там всё хорошо, если там нет этих зажимов, комплексов, если вы не чувствуете, допустим, с мужем своим, в постели себя ещё мама там рядом с вами образно присутствует. И на самом деле в вашей голове сидит и говорит там, что что нельзя, может быть, оно всё и наладится как-то лучше. Вот, особенно эти все разговоры про женственность, что там короткая стрижка, это не женственно. И при этом пишут свои комментарии такими мутюками, такими проклятиями, такими грязными словами, которые вот женственные, что ли. Не надо так делать, не надо так думать. Надо быть счастливыми, раскрепощёнными, там, где-то уместно. Да, вообще даже в голову не придёт вот этим заниматься, мне так кажется. Всё, у меня отличное настроение, дождь закончился, я пойду добегаю, тоже сегодня не добегала, раз я сегодня такой человек дождя. Вот, всем желаю быть красивыми, здоровыми, чтобы у вас всё-всё-всё было хорошо. Не отказывайте себе в радостях жизни, чуть-чуть попробуйте посмотреть более открытыми, расшоренными глазами, если что-то у вас есть в этом плане, но у меня тоже что-то в этом есть, я тоже с этим стараюсь бороться. Вот, всё, 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 всем пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok